Доброго времени суток, да какие друзья? С вами Чердак, Норб, около того дня, какого-то ночи, какого-то утра, какого-то вечера. Продолжаем хабуфить и, возможно, даже заканчиваем сегодня, потому что мы уже в главной цитадели, так сказать, всех вот этих замесов, которые тут происходят. Идём к этому самому главному типу, который любит отвечать на письма граждан. Пойдём. Так, тут, я так понимаю, у меня получается... Так, это вы, доктор Фримен. Я бы сказал, что это приятный сюрприз, но это не сюрприз и, согласитесь, не слишком приятный. Что ж, я довольно прагматичен. Всё? Я думал, он ещё будет что-нибудь там нам рейнтранслировать. Так, ну смотри, дают костюмчик. Странно, что он... Нифига себе. Ух ты. А пушка-то прокачалась у меня. То есть она прям какая-то лютая стала. И причём он оружие от них не подбирает, прикинь. По 200. Фига себе, технологии дошли. Да, она какая-то прям жёсткая стала. Фига себе, вы колбасит. Ой. Поиграем в боулинг. Офигеть, ты видел, да? Вот это бросок. Кстати, жалко вот, что я тут не отзеркаливаюсь, как будто бы я вампир. Вот этот маленький такой, наверное, один из немногих, наверное, грехов, которые можно хауфе предъявить. Но с другой стороны, игра-то всё-таки... Какого года? Ой. А чё их так много? Опа! Сбил. Фига он их хватает? Блин. У-ху! Ой. Ну, как-то так. Я не знаю, не может до бесконечности там бегают. Но пока костюм у меня есть. Он и здоровье пополняет. Офигеть. Да, они, по-моему, будут... Почему-то оружие он не берёт тут, потому что как будто какая-то действует какой-то ограничитель, или ещё что-то. Нифига себе. Да. Полный расколбас. Что ж, доктор Примин, у меня приятна мысль о том, что в других обстоятельствах мы могли бы сотрудничать в атмосфере взаимного доверия и уважения. Конечно, судя по вашей недолгой работе в Чёрной Мезе, когда я руководил ею, вы подавали большие надежды, как человек, который мог бы многое привнести вновь. И всё же, я не знаю, что у вас к этому побутило, но в нашем предприятии нет места учёным-предателям. Вот так вот. Не, ну у него своя правда. Уже получается, наместник вот этих вот, получается, тех, кто землю поработил, и он пытается, может быть, своя правда, типа он на самом деле им не подчиняется, он там готовит восстание какое-нибудь. Ну, как бы, скорее всего, у него свои какие-то мотивы есть, по-любасу. Типа я понарошку подчиняюсь и являюсь наместником, делаю вид, а на самом-то деле я... Я с вами, а вы только раньше времени восстали, и, соответственно, всю мою работу насмарку... Чем-то такое, наверное, он задвинет нам, а может быть и нет. Вот в эту штуку мне... Ой. Ты это... Слушай. Отдохни. Так, вылетели. Я хотел сюда зайти. А, и вот так вот, да? Я просто думал, мало ли там портал какой-нибудь. Странно, что он... Просто я его хватаю, и он уже, как бы, обездвиживается. Вот это для меня странно. Ладно, как бы, вот смотри, все. Я его схватил, положил, а он все. А, ну, хотя, типа, током его бьет. Ну, не знаю. Как-то странно. Так, поехали. Ой. Я не думал, что я в прямом смысле сразу куда-то поеду. Ой, пацаны! Ну, фига тут этих шаров с энергиями. Хватай любой, смотри. Красиво как. Ты видишь, да? Ой. А я думал, до бесконечности можно его нести. Так, пацаны бегут. Так, мне, мне, мне надо что-то сбить здесь или что? А, вот, понял. Тут, тут, наверное, еще какие-то и секреты бывают у них, да? Ой, сколько их там бежит-то, ты что? Так, офигели. Да сколько вас тут? Все, я побежал. Не знаю, где они там бегут, сука. Я так понимаю, они будут до бесконечности бегать. Или нет? Какой-то боулинг. Жесткий весьма. Так, а тут открыть можно, нет? Столько этой энергии бежит. А, вон куда. Хорошо. Странно пока. Вроде и не сложно. Хе-хе, сбил. Так, давай, выходи на связь. А че не молчишь? Ваши учителя, конечно, виноваты. Мое разочарование в Энции клянере гораздо сильнее, чем сожаление, что вы выбрали не тот путь карьерного роста. А на ко мне кажется, вы не могли поступить иначе. Кто знает, какие семена и накоборства вас поселили, когда вы были молоды и доверчивы. Но, несмотря на то, что они несут большую часть ответственности за недавние проблемы, вы только решили действовать с таким полным безразличием к будущему. Земли. Наверное. Так, вот тут как-то аккуратно, подожди. А тут не пройду. Капец опасно, так идти. Так там не пройду. Ой, пацаны бегут, все понятно. Да, блин. Серьезно, что ли? Кто еще где? Кто еще где? Да вы закончитесь? Нет сегодня. Быстро хоть пополняется. Где летит эта шарманка? Я слышу ее. Так, приехал. Я просто понять не могу. То ли надо всех их убивать тут. Побеждать. То ли надо чего-то ждать. Не пойму пока. Оттуда я их взять не могу? Нет, могу. Есть, притяну. Все? Ну как-то слабенько у них тут. Ой. Оказывается, так и надо, слушай. Где? Блин, я думал прокатиться просто. Они тут мне мешают вовсю. Я-то их не вижу. Они шмаляют куда-то. До свидания. Ой. Готово. Открывай ворота. А, это так было специально сделано. Фух. Так-то красиво, конечно. Знаешь, слушай, какой-то этот... Как он этот? Киберпант какой-то. 2-2077, да? Тоже это башня Сити. Киануриф зато не хватает. Так-то где? Сейчас без дороги останусь тут, капец. Давай, подходи какой-нибудь, гаденыш. На, там. Все, я готов. Фух, идем. Скажите, доктор Фримен, если сможете. Вы так много разрушили. Создали ли вы хоть что-нибудь? Можете назвать хоть одну вещь? Я так и думал. Не, ну смотри. Мы же, наверное, что-то с тобой создавали. На нас на работу не успели взять. Мы только устроились на работу, и сразу случился в черном виде. Вот этот весь трындец. Какого обвиняй-то у меня? Все. С одной стороны, конечно, как-то стало попроще. Пушкой бегаешь, всех хватаешь и кидаешь. А с другой стороны, как-то даже и поскучнее стало. Другого-то оружия нет. Худешь, всех кидаешь, да и все. Так, давай, выходи на связь. Я заложу основы для выживания человечества. И не только человечество в узком смысле, но и чего-то большего, чем можно представить. Чего-то такого, что только сейчас открывается взгляд. Ну давай, открой нам взгляды к свою тайну. Я говорю, он свою правду нам расскажет. Ой, пацаны, как бы я... Давайте вы там поближе как-то. Они не хотят, смотри. Ой! Серьезно? Ой, какое попадание хорошее. Блин. Еще и тот жук здесь. Блин, меня чуть не убил. Нееет! Блин. Жук меня расстрелял, этот гад. Давай, говори. Да, да, ты можешь. Так, идите сюда. Так, как нам его убить? Да, да, иди ты. Блин. Ай. Видимо, вот эти вот потоки надо как-то использовать и расстрелять его. Давай. Могешь. Они, главное, не подходят, гады. Так, эти взять не могу. Чего-то наоборот, что только сейчас появится взгляд. Есть, попал. Так, этот жук так и не придет к нам, да? Ой. Да блин, а. Тихо. Сейчас он израсходует бойзаряд. Спокойно. Ой, не то. Вот это я хочу взять шар. На, тебе. Смотри, идиот. Тихо, тихо. Ой, а ты-то что тут рук делаешь? Ага. Ага. Оказывается, здесь стелс есть. Небольшой. Блин, не попал. Хотя бы могу их уже выхватывать. Попади ты в него-то. Ой. Да блин. Обнаруженный каунт на двери. Каунт он меня вшмалял. Попадает, нет? Да че ты взял-то? Я же правильно думаю этого жука убить. А, ну да, смотри. Шмаливается он. Есть! Вот это его разорвало. Красиво. Ну-ка смотри. Хотел... Хотел вот это посмотреть еще. Ух ты. Ну-ка ты. Ой. Ага. Сгорел. Попал. Понято. Ну просто разведали, понятно? О. Смотри, Гордон. Смотри, от чего ты отказываешься. Стоит ли оно того? От чего отказываешься-то? От тебя что ли? Ну ты там говоришь, я тоже могу говорить. Так. Так и че? А это надо вот это выкинуть. Тихо-тихо. Че происходит? Спокойно. Так, мне туда. Ага, вижу здоровье. Блин. Не смог. Тихо-тихо, пацаны. Во, красавцы. Так, там кто-то ездит. Так, а мы тут были. Ну, в смысле здесь, конечно. Ну, примерно такую схему уже видели. Так, мне опять надо завозить, да, в эту штуку. Так, а мне надо тут понять, в какую лезть. Ну, давай. Я готов. Ну, давай. Ну, давай, залазь. Кстати, надо было на Е нажать. По-моему, в тот раз он залезал сам. Меня так удивляет, как он так спокойно завозит в них, а вдруг они куда-нибудь в страшное место летят. Так же, я управляю. Опа. Здравствуйте. Это вот эти местные инженеры. Они тут все строили. Мы видели там они. Так, а там... Погоди. Я могу взять здоровье какое-то оружие. Так, фоткают меня. Хорошо. Типа, я не местный. Но пока вроде все спокойно. Ё-моё. Такая музыка, там, там, психоделика, да, пошла. Тун-тун-тун. Опа. Я уже думал, главный. Нет, это эти инженеры на протезных ногах. Так, там жук какой-то. Кто это? О, таких мы не видели еще. Богомолы какие-то. Так, ну, хищников мы видели. Полетели. Фига тут... Ой, красивый город, смотри. Чуть-чуть только, правда, увидели. И в темноту куда-то ушли. Нет. Вот все время эти злодеи, да, на самых высоких башнях сидят. Чего у меня они так от высоты от этой тащатся? Мне, чтобы где-то под землей сидеть. Нет, они в самой высокой башне сидят. На самой крыше. Так, ну-ка, ой, ой, красота. Пропустил красоту. Давай еще окон открывать. Хочу посмотреть. Не на унылые же вот эти вот темни смотреть. Хотя бы здоровье полное. Так, темная энергия. Dark. Хочу что-то там. Здорово, пацаны. Так, забрали у меня пушку, хорошо. О, привет. Я заберу его. Не сопротивляйся, бесполезно. Ты ничего не сделаешь, пока не окажешься, где он хочет. Простите, Гордон. Фига, какая вежливая. Так, прям, встретились, подсчетом. Газовые гиганты, на которых обитает метеорологический разум. Миры, растянутые на мембранах, где измерения пересекаются. Это невозможно описать нашу кратичным языком. Но что я видел, Дрин, тоже не выразишь словами. Геноцид, неописуемое зло. Боже ты мой. Так, так, это же Гордон Фримен. А что это? Положи сюда. Весьма признателен вам, доктор. Сначала вы привели меня прямо на порог дома старого друга, а теперь изволили явиться сами. Если бы только довелось знать, что вы сами заглянете в мой офис, я бы вовсе не стал утруждать себя поисками. Контроль над вами обоими гарантирует мне возможность диктовать любые условия сделки Алья... Доктор Брин. Воллес. Да, Джудит, что такое? Мы делаем это для того, чтобы Илай жил и мог продолжить исследование. Благодаря тебе мы располагаем всем, что необходимо. Ты более чем способна завершить исследование сама. Мне в наших силах лишь одно. Убедить этот уличный сброд прекратить бессмысленную борьбу. Меж тем, Илай отказывается сказать слова, которые спасли бы их. Спасти их ради чего? Илай, если ты не желаешь встать на путь разума ради всех людей, то, может быть, ради одного из них? Алекс, милая. Папа. Вот и встретились все. Чёрт тебя побери, Брин, отпусти её. Тебе решать, мой любезный друг. Позволишь ли ты своему упрямому невежеству погубить целый вид или дашь дочери шанс, которого не было у матери? Не смей даже упоминать о ней. Алекс, дорогая, у тебя глаза матери. Но характер упрямый, как у отца. Ты сейчас с ним даже не сталкивался. Неужели? Что ж, посмотрим, пригодится ли он тебе по ту сторону портала. Давай, Брин. В худшем случае ты можешь отправить нас обоих через твой портал. Ну, вряд ли самое худшее. Но, оказавшись там, вы вряд ли в это поверите. Это не нужно. Согласен. Это бессмысленно. К счастью, сопротивление продемонстрировало готовность принять нового лидера. А он, в свою очередь, готовность быть послушной пешкой в руках хозяин. Ну как, доктор Фримен? Вы когда-нибудь мечтали о более выгодной сделке? Гордон никогда не пойдёт на сделку с вами. Я понимаю, вы не хотите обсуждать это в присутствии друзей. Я отошлю их, и мы сможем поговорить открыто. Не вырывайся. Прикольно, кстати, наверное... Наверное, снова дают. Что же ты делаешь? Мы делаем то, что я не могла сделать сама. Мы останавливаем тебя. Да. Охрана, сюда. Так, а я готов драться. Они не знают, что ты их предала. Они отомстят. Джудит, доктор Моссленд, пожалуйста. Твоё время вышло. Нет. Фигачу происходит. Быстрее. Смотри, смотри, чё ты. Дура. Осторожно, он хочет. Я им чё сделать не мог. Так. Всё, расфигачил, да? Где мой лом? Нет времени, Алекс. Он на пути к порталу. Тебе это пригодится. Доктор Моссленд, Джудит, присмотри за отцом. Не волнуйся. О, батя самый счастливый у них. О, хе-хе. Ни за что. И вообще он все время на позитивчике такой. Пошли. Молодец. Ой, веселый с этой сидит такой. Ой, моя дочурка, да? Хе-хе-хе. Ты за треки или веселый сидят. Не оставлю больше, Илай. А у них любовь походу, да? Да погоди ты тут, любовь, морковь, смотри, все дела. Короче, что-то прям вообще какая-то фигня. Этот предложил, короче, стать мне марионеткой, да? Чтоб я, типа, представлял чё-чё-чё-человечество, да? Такой, типа, все дела тополя. Тем более меня все любят. Как бы, это была бы хорошая такая идея. Заменить вот этого Брина, который не популярен мной. Ну, как бы, я не знаю, я думаю, сейчас выбор мне дадут. Но они не стали бы выбор давать. Мы друг друга мало знаем, но ты не обязан был это делать. Я-то должна была спасти отца, а ты... Ну что ж, спасибо, что пришел за мной. Я вообще не знаю, за тобой ли я шел. Как-то игра мне по этому поводу ничего не раскрывает. Эй, послушай. Вот он. Мне нужна ваша помощь. Жизнь по ту сторону катала невозможна. Смените место назначения. Я не смогу так выжить. Я в роли носителя. Да вы шутите, я же не могу. Ого, ну он. Ладно, черт с ним. Будь, что будет. Поспешите. Он почти догнал меня. Так, он что-то там договаривается, да, с ним мяч? Какой-то носитель или что? Опа. Черт, только не это. Че, куда он смотался опять? Ну, ё-моё. Че, куда он смотался? Грави пушка. Хе-хе-хе. Да он, кажется, и понятия не имеет. Интересно, куда это он? Так, вот тут умера карта должна быть какого-то комплекса. Ого. Ого. Господи, это реактор темного синтеза. Он питает устройство квантовой телепортации. Фиг, как ты все только прессовала. Другой возможности не будет. Мы должны остановить доктора Брина. Давай останавливать. Ну, красиво. Не, а вот последняя серия, конечно, мы... Я не могу его выключить. Красивая. Похоже, он передал управление на ту сторону. Тебе придется проникнуть внутрь и сделать все, что можно. А все, что нельзя. Быстрее брить, я тебя пушу. А, давай. Да, у меня все заряжено, просто я тоже сам удивился, как так по подсотку. Покажи им, Гордон. Но, будь осторожен. О-о-о-о. Любовь-морковь. Понята. Я так понимаю, это еще не финальная битва, да? Или финальная битва? Куда-то едем. Не, ну в последней серии тут... Или вот в этой части прям много красивых локаций. Ё-моё. Всяких каких... Всяких каких-то... Я бы не заветовал вам там оставаться. В момент синапса, как только я телепортируюсь, эта камера наполнится смертельно опасными частицами, название которых еще не придумано наукой. Быть может... Я назову их вашу честь, если найду время. Это спасет вас от полного забвения. Когда наступит коллапс сингулярности, я буду очень далеко. В другой вселенной, если быть точным. Вы же к тому времени будете уничтожены всеми возможными и даже некоторыми невозможными способами. Что-то... Сердце. Сердце. Ой, нет, комбайны. Откуда они терялись? Признаться, не знаю, на что вы еще можете рассчитывать помимо своих. Не слушай его, Гордон. Да я не слушаю, у меня тут... Разобраться бы, блин. Капец. Куда-то бегу, короче. От комбайнеров там. Кого только нету. Идея отсюда. Все тщательно, я же говорил вам. Так, а к этому... Ой, подожди. А мне тут на время надо успеть или как? Тут опять эти порталы пошли. Вот три, два, один. Я не знаю, как это работает. Короче, сюда надо прыгать. Не знаю, сохраниться и сохраниться. Ладно, пока так встану. Так, вот сюда, да? Ой, не люблю я эти прыжки, вы, ребята, знаете. Все, до свидули. Так, бегу. Куда он поднимается? Я... Я... Где, где, где? Да какой сингулярности? Ты что творишь? Куда идти? Сюда идти? Ой. Да убей ты их. Куда? Я что-то не... Ничего, ребята, не понимаю. Что делать? Ай, серьезно? Положение критическое. Поехали при смерти. Что-то не пойму... Не пойму вообще, пацаны. Что? Чего делать? Не понимаю. То ли в эту стрелять. Все, попал, красава. Все тщательно. Я же говорил. Он блефует, котом. Прррррр. Так, ну вот туда мы добрались, а потом вот что-то я не понимаю, что делать. На эту я упал, но она меня убила. Так, иду. Хорошо. Прохожу. До свидули. Может быть, на вот эту прыгать надо? А, нет. Здорово. О, нет. Блин, начал подниматься. Быстрее, Гордон, пока он не сбежал. Да я как бы и рад побыстрее, а как я могу быстрее-то? Если здесь я на вот этих штуках летаю куда-то непонятно, и все. Может быть, наверх куда-то надо мне, да? Вперед. Так, кто-то... Подожди, а здесь куда я упал? Вот на вот эту надо, да? Да. Я бы назвал это бессмысленным доктор Фримен. Так, они прям стреляют. Да я иду. До свидания. Так, а сейчас куда идти? Капец, они мне... Ты еще здесь, доктор Фримен? Да, да. Это ненадолго, я полагаю. Ну, как бы, кто знает. Ваше безграничное упорство достойно лучшей цели. О, господи, портал открывается. Ой, все части заканчиваются порталом, ребята. Это я помню. Так, и что мне делать? Так, с этими я взаимодействую. Понятно. Только тебя еще здесь и не хватало. Как... 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 Как это делать-то? Вы че? Блин. Блин, как это... Серьезно. Я не знаю, пацаны. Да попади ты в него. Да ешкин ты. Матрешкин. Да что ты будешь делать-то? Он вроде висит на одном месте, а я в него попасть не могу. Серьезно. Оооо. Да на тебе. Короче, я проиграл. Я не знаю, как его убить. Да ты посмотри, а. Ну один... Ну один взорвался. Хорошо. Что? Зачем? Да ты серьезно? Я отсюда... Откуда они взялись? Блин, опять отсюда ваше. Признаться, знаю, на что вы еще можете рассчитывать помимо своей гибели. Не слушай его, Влад. Да... Да е-мое, вроде же прошел же это все. Зачем? О нет, комбайны. Откуда они взялись? Признаться, не знаю, на что вы еще можете рассчитывать помимо своих. Давай быстрей. Не слушай его, Влад. Я тоже блефую. Буду сохраняться там сейчас. В принципе, это тут быстро. А вот дальше с этими, блин, скорпионами воевать, конечно, жестко. Так, пацаны. До свидания. Фига, он отлетел. Так, аккуратно. Так, все, отлично. Так, вот здесь главное не упасть тут. Так, тихо. Да бегу я. Так, готовы, пацаны. Сейчас надо будет сохраниться. Ну, вот ты как хотел. Так, вот тут надо сохраниться, сто процентов. Все, сохранено. Так, лети сюда. Где эта гадина? Может, тут надо что-то другое делать? Ага. Надеюсь, вы со всеми попрощались. Ну, попади ты в него-то. Есть. Сначала работаю с одним. Тихо. Ну, не получается в него попасть. Ты смотри. На тебе. Есть один. Всего два раза, да? Там них попасть надо. Есть. Есть. Так, а че, а че здесь надо делать? Ну, как... Куда-то прыгать надо, я так понимаю. Фух. Так, тихо сохранится. Так, и че? Портал надо закрыть. Подожди. Ну, я че-то вот пытаюсь сделать, и че? Че надо сотворить-то? Так, это куда-то поднимается. Куда-то стрельнуть надо. Да я не знаю, че делать. Вот эти шары могу брать. Вот этой штукой могу управлять. Что-то вмочить надо, нет? Не пойму. Да я вижу, вон она. Вон она. А все от нее отлетает, просто я не знаю как. Вот эти штуки, может, как-то надо разрушить. А-а-а. Понял. Да подожди ты. Вот это надо было сделать. Не пойму просто. И че? Какой-то пинг-понг, блин. Ну, закройся ты. Нет. Не-не-не закрывается. Так, прикройте выполнить знание Актик Фримен. Причина стекло-время. Да блин. Объясните мне, че надо сделать. Вот смотри. И че? Я все сделал? Ну, как-то с этими лепестками надо взаимодействовать. Я не пойму как. Он падает. Я так понимаю, надо что-то захлопнуть. Да ё-моё. Уж надо прыгнуть нафиг. Ну да. Система жизни обеспечена. Включена. Не пойму, ребята, че надо сделать. Ну и че это такое? Как еще я могу взаимодействовать? Особое внимание. А сейчас я взаимодействую. Ну давай. Не знаю, не получается. Ну они просто че-то... Как эти... Нет, какая-то фигня. А че делать-то? Я... Я не в курсе. Вот как я должен тут догадаться? Ну беру я шары отсюда. И че дальше? Может че-то сбить надо? Нет, он уходит. Да подожди ты. Ты объясни мне, че делать-то надо? Он уходит, он уходит. И при этом даже не... Серьезно? Серьезно? Семей, Фримен. Ты не понимаешь, что творишь. Ааа, то есть вот в эту штуку я стрелял. Да ладно, серьезно? Попади! Ты просто не понимаешь последствий. Ты можешь уничтожить всю цикадель. Подумай о том, что будет с людьми внизу. Все, я понял. Надо было, короче, расстреливать эту главную штуку, да? Вот эту, да? Не смей, Фримен. Ты не понимаешь, что творишь. Оказывается, надо было просто прямо стрелять. Так, вот эти штуки сейчас снимаем. Да куда ты улетел-то? Система жизнеобеспечения включена. Дурак, что ли? Не смей, Фримен. Ты не понимаешь, что творишь. Да возьми ты ее. Почему я улетел-то понять не мог? Ты просто не понимаешь последствий. Да понимаю я все. Уничтожить всю цикадель. Подумай о том, что будет с людьми внизу. Подумал, подумал. Оставай мое внимание. Тихо. Тихо. Я нужен вам! Все, остановился. Да, получилось. А она где? Давай, Горда. Мы должны выбраться отсюда. Может быть, у нас еще есть. А вот она. Нет! Время, доктор Фримен. О, наш стар знакомый. Неужели опять пришло то самое время? Кажется, что вы только прибыли. Вы сделали очень многое за короткое время. Собственно, вы настолько хороши, что я получил несколько интересных предложений на ваш счет. В обычной ситуации я не стал бы их рассматривать, но ведь ситуация весьма необычная. Чем обманывать вас иллюзией выбора? Я сам возьму на себя эту привилегию, если, когда ваше время придет, пять. Я прошу прощения за то, что кажется вам деспотичным навязыванием своей воли, доктор Фримен. Я уверен, вам все станет понятно после того, как... Я не вправе сейчас говорить это. Между тем... И здесь я исчезаю. Приехал. Как в первой части, да? Вот терраса! Вот терраса, ребята! Вот это концовочка! Ну, потрясная концовка, я ничего не хочу сказать. Такого я не ожидал. Вообще не ожидал. То есть, получается, в самом замесе, когда идут баталии, идет взрыв, идет все вот это вот, ты весь на нервах, в напряжении. Игра заканчивается вот такой вот, философская, вставляет много многоточий, размышлений и прочего-прочего. Ну, я под впечатлением, честно скажу. Интересно, довольно-таки. Опять же, много вопросов остается. Как, что, почему, зачем, для чего. И вообще, почему все так получилось? То есть, классно, круто. Нравится, конечно, такие игры проходить, когда остается такое приятное многоточие, троеточие. И хочется поразмышлять и подумать, а что же это все-таки было. Но это, как говорится, потом ты уже понимаешь, что ты начинаешь вспоминать и так далее. Что хочется отметить. Игра действительно, ну, для своего времени, наверное, опередила свое времени. Действительно, я теперь понимаю, почему ее называют легендой, скажем так, культовой игрой, которая зародила, так сказать, основы жанра. Именно, как должен выглядеть шутер. Шутер с хорошим сюжетом. С какими-то отсылками, музыкой, всякими пасхалками и прочим-прочим. То есть, все это благодаря, ну, возможно, тем тенденциям, которые именно Хауфа, так сказать, и задала. Игра действительно классная, даже спустя столько лет, столько времени, она весьма недурно и очень классно смотрится. Ну, то со своей геймплейной составляющей, по своим каким-то загадкам, по сюжету, опять же, да, тебе интересно проходить. Как-то уровни наполнены. То есть, бывает, что, ну, вот как-то вот золотая середина, вроде как, здесь, как мне показалось, соблюдена. И шутер, и сохранение, и какие-то аптечки. То есть, ну, не знаю, действительно, и оружие ближнего боя есть. Ух ты. Ламар. Вот так вот. Еще нам и пасхалочку в лице ламара сюда вытащили. Вот такая игра получилась, ребята, у нас с вами. Действительно, очень прикольная. Еще и с ламаром шутейку добавили. Ну, вообще, прям, сделали, так сказать, мой вечер. И вообще, приятное впечатление оставили от этой игры. Что ж, тем интереснее и с удовольствием будет пройти мне продолжение, да, там, и Хауфа эпизод 1, и Хауфа эпизод 2. Но это будет через игру, наверное, сразу, прям, сразу не буду проходить. Но обязательно их, естественно, буду проходить в дальнейшем. То есть, я сейчас, наверное, другую какую-то игру поиграю. Потом вот вернусь в Хауфе эпизод 1. Вроде бы, как эпизод 1 должен идти прямое продолжение Хауфы 2. Что ж, я думаю, что, конечно же, мне еще в комментариях под этой серией напишут какие-то мнения по этой игре. И напишут все то, что я не заметил, все то, что я, может быть, пропустил. И где-то мне что-то, может быть, еще и пояснят, и какие-то свои мысли дорасскажут. Ну, без спойлеров, конечно, без каких-либо занавес тайных, что будет дальше. А дальше, потому что интрига, и действительно, этот мистер Хром, мистер Время, который остановил его и сказал, что он, да, мы за вами следили. Где-то в какой-то игре я такое, по-моему, уже видел. Знаешь, вот реально, вот я когда Хауфу проходил, вот эту вторую часть, а я проходил ее в первый раз, у меня не покидало ощущение, что я где-то это видел. И, скорее всего, я видел различные вот эти вот идеи, которые Хауфа задала в других последующих играх. В частности, мне вот очень много напоминало Хауфа Сталкер, допустим, неожиданно. Помните, в Сталкере тоже и Монолит, и его сознание, и тоже вот эта вот идея с ноосферой, которая проникла на Землю, где делали эксперименты. Здесь-то, по сути, в Сталкере же тоже там, здесь, точнее, в Хауфе, Зен. Ну, маленько, конечно, по-другому сделано, но вот что-то, вот знаете. Хотя Сталкер, конечно, я нисколько не сравниваю, опять же, потому что Сталкер все-таки по книге, да, и книга была еще ранее написана, исполнитель желания, вот это все намешано. Но что-то вот все равно как-то вот какие-то такие дежавю какие-то я испытывал. Еще ряд игр тоже мне как-то вот, определенные какие-то идеи мне в голову входили, что где-то я это уже видел в каких-то других играх, более современных, но которые были еще давным-давно реализованы, оказывается, в Хауфе второй. Хауфа вторая, конечно же, по-своему, ну, как она называется, это график, естественно, намного круче. Первая часть, первая часть еще была в 20 веке выпущена, поэтому, как бы, что сравнивать? Это естественный прогресс, естественное продолжение, но, тем не менее, тем не менее, многие даже современные игры, которые вроде бы АА-проекты, их выпускают, но какие-то они сырые, какие-то они и близко не стоят, так сказать, и... И, наверное, наверное, все-таки, если игру делают уровни вручную, да, моделируют каждый уровень, каждый квадратный сантиметр вручную, вкладывают в эту душу, как говорится, все без машины рисуют модельки, где должны стоять какие люди, следят за персонажем, то есть это действительно дает хороший результат, который приятно играть даже спустя много-много лет. Ну, а я поиграл впервые, ни разу об этом не пожалел, и, ну, соответственно, с интересом буду проходить и дальше эту вселенную игровую. Вот. Ну, а мне остается только поблагодарить всех моих подписчиков, кто подписался ко мне в последнее время. Я это очень ценю. Подписывайтесь, ребята, на мой канал, комментируйте, ставьте лайки, мне этого очень и очень не хватает. А с вами был Чердак Норб, увидимся в следующих сериях, в следующих играх. Все, всем пока-пока, будьте здоровы. Еще, получается, маленькое дополнение. Оказывается, тут еще достижения внутриигровые были, я вот сейчас посмотрел. Получается, что у меня выполнено 20 достижений из 32. И, соответственно, я что сделал? Я не сделал антиснайпер, уничтожил всех снайперов в сети 17, атака хэков, убить пятерых врагов с помощью манхэка, вартикашель, найти пещеру с поющим вартигонтом в главе водная преграда. Ага, воспоминания из прошлого. Найти щиток от разрядника НЭФ костюма на свалке Лая. Говорящая реклама. Пришпилить солдата к щиту в главе шоссе 17. Забросить мяч в корзину на свалке Лая. Ну, конечно, мяч надо было в корзину забросить, но е-мое. Двухочковый это называется. Зомбомет. Пройти через Рейвенхолм с одной гравипушкой. Какая кошка? Сломать мини-портал в лаборатории Клайнера. Крышка. Убить врагов унитаза. Лямбда-искатель. Найти все тайники с лямбдами. Халфи. Ну, 19 из 45 я нашел. Вот так вот. Почти половину, но не почти. Так, ни шагу по песку. Пересечь пляж. Понятно. Дезинтегрирует 15 солдат с помощью поля Альянса. Так, большая охота. Убить 50 врагов с помощью муравийных львов. Выполнено. Борец с полем. Уничтожить поле подавления, отключив генераторы. Боулинг с барклами. Убить 5 баркланов одной бочкой. Это, ну, нифига себе. Где не справится даже Кэббедж. Защитить Малую Одессу от атаки штурмовиков. Было такое. За Фрименом 5 подкомандований отряд сопротивления. Защитник площади. Пережить воздействие генератора на площади в угове нарушителя номер 1. Коллапс сингулярности. Уничтожить 2 реактора Цитадели. Месть. Уничтожить вертолет в Халфе 2. Мятеж. Бежать от рейда прочесывающего здания. Надежный друг. Получить монтировку. Надзиратель Фримен. Пережить вторую перестрелку стурой Лименова Проспект. Нарушение техники безопасности. Убить троих врагов с помощью крана. О, вот это мы выполнили. Нулевой уровень. Получить гравий-пушку в восточной черной мизе. Поднять якорь. Получить катер на воздушной подушке. Положить банку в мусорный бак. Покорность. А можно было не выполнять, да? Святая земля. Защитить отца Григория на церковном кладбище. Получить пулемет для катера. Убийца Титатов. Пережить битву со страйдами на крыше в руинах Сити-17. Пробраться через токсичные тоннели под Сити-17. Так. Человека-армия уничтожит 6 штурмовиков в ходе в Half-Life 2. Вот так вот. Что ж. Вот такие достижения. Все. Всем пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok